И, ну, по моему мнению, что человек просто хотел слиться грамотно, потому что он меня игнорил, он не хотел никакие, ну, ответы мне давать на вопрос, и сцепился за это в совесть. Если у него были какие-то проблемы, какие-то претензии, он бы подошёл к Лёше и сказал бы, слушай, Лёш, мне неприятно, потому что ты быстро иллосы. Кристин, давай так, вот я хочу понять, на данный момент у вас с Артёмом статус какой? Ну, как я ушла в паре, так и не в паре, потому что я не буду. Ну, слава, хотя бы, это уже радует, что вы хотя бы не разобрали, ваша парочка расстается через день. Хорошо, Артём, ты сейчас говорил о том, что если Алексей продолжит все свои вот эти телеги, а Кристина точно так же будет наплевательски относиться к твоему мнению, не решать эту проблему, то тебе такие отношения не нужны, правильно я услышал тебя? Может быть, Артём, как-то, не знаю, поставить Кристин, тогда услышал до конца, пускай не общался с Лёшей. Да, не в общении делай, никому не запрещай общаться. Пускай общается, пускай друг. Ты же сказал, что вот это вот всё тебе не устраивает? Нет, смотри, можно общаться, субординация должна, рамки соблюдаться, чтобы человек не лез в отношения, чтобы не приходил, когда мужчина пытался меня... Ну ладно, а какие рамки я не соблюдаю, просто я не говорю. А давай, когда я раздуну трубочку, беретам, и он тебе вот отдаст, как бы, отдаст ответ на этот вопрос, ладно? Ну да. Пожалуйста, нижняя часть телефонка, микрофон. Вести ночь сегодня с тобой разговаривали, пару часов назад. Ты же меня услышала. Ты сейчас опять говоришь, что я психанул из-за поста, да? Причём здесь пост. Я тебе говорил, почему человек лезет в наши отношения, приходит ко мне ночью, меня намотать, пытается спровоцировать, чтобы вышла там какая-нибудь фигня, и тебе было неприятно. Когда ты уезжаешь в Италию, говоришь, я так переживаю, что будут провокации, и твой друг, в кавычках, в первую же ночью идёт, пытается, делает вот эту провокацию, пытается меня намотать. И для тебя это нормально, и ты потом оправдываешь, говоришь, что это проверка моего друга. Какой мой друг лезет в наши отношения и делает какие-то проверки, он папа твой или кто? Это ненормально. Почему ты всегда меня перебиваешь? Нет, ты меня не слышишь. Ты меня дослушай до конца, а потом говори. Нет, смотри, Артём, если бы я попросила бы Лёшу, это было бы одно, но я Лёшу не попросила. Если он тебя взял на эту проверку, тогда поговори с Лёшой, что ты от меня хочешь? Я не извини, вонюсь у тебя в этой ситуации, потому что он был неправдан. Нет, ну бесполезно, не хочу. Ты был молодец, потому что ты прошёл на эту проверку. Спасибо большое. Кристина, извини, что тебя перебиваю, просто Артём вернул телефон с выражением лица, что я на продолжении диалога. Он не настроен. Хорошо, я правильно понимаю, Кристина, то есть ты на данный момент продолжишь общение с Лёшей, правильно? Ничего не изменилось? Ну что, я буду общаться с Лёшей, а почему мне не нужно общаться с Лёшей? Я услышал тебя, Кристина, спасибо тебе огромное. Я жду скорейшего твоего возвращения. Пока-пока. Я по телефону сильно соскучилась. Это не взаимно, горе воды. Я не знаю, что я буду общаться с Лёшей, пока. Вот Кристина сказала, Артём, она, мне кажется, дала тебе полный карт-бланш, правильно? Она тебе сказала следующее, пусть разбирается с Лёшей сам. Все слышали это по телефону? Артём, то есть, ну мне кажется, прям вот всё, вот реши эту проблему. Я чё, проблема? Я не лезу. Лёша, мы по моему месту обсуждаем, что ты проблема. Лёша, объясни, я не лезу. Я единственный раз... Лёша, смотри, вот, общайся с Кристиной, как общался, всё хорошо. Не трогай наши отношения. Вообще я никогда не трогаю. Не лезь и не трогай, и не обсуждайте отношения. Субтитры сделал DimaTorzok